Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Blondes TD-6. И в этой серии нас ждёт невероятное испытание от зрителя, которое я сейчас попробую уместить на этом экране, и чтобы вы увидели, насколько оно огромное, можете поставить на паузу и прочесть его поподробнее, что там написано. А так я сейчас попробую вам пересказать суть самого этого испытания. Сложность как бы не лопнуть. Карта на мой вкус, только личное пожелание от самого зрителя, чтобы я выбирал не первую карту и не брёвна, так как в основном все снимают на них, чтобы было какое-то разнообразие. Потом второе условие, это каждый юбилейный раунд я должен удалять одну любую башню, и я так подумал, что я это буду делать через рандомайзер. Я уже даже на телефоне его открыл на всякий случай. Третье же условие, это что можно использовать любые башни, но каждую можно купить только один раз за игру. Но есть исключение, можно иметь одного алхимика на зелье, то есть я его могу прокачивать в верхнюю линию, сколько захочу, но дальше уже не могу. То есть вот, вот на сколько могу его качать. И также я могу ещё поставить одну деревню, которую я смогу прокачать только два раза посередине. Они не идут в учёт башен. Их нельзя продавать, и они не удаляются при юбилейных раундах. Кроме них можно купить ещё одного алхимика и одну деревню, и уже как бы их как захочешь прокачивать. Потом про количество башен. Единовременно можно иметь на карте три башни, плюс героя, и как бы тот алхимик и вот этого деревня, которые не считаются. То есть я их тоже могу ставить, они как раз таки в эту тройку не входят. Скилл Адоры или поглощение обезьянам богом считается удалением. Если не считающегося алхимика и деревню можно вот с помощью этого удалить, таким образом их можно восстановить. То есть как бы это всё нормально идёт. Ну дальше вот что? Это сложный челлендж. Удачи, всякое такое, страдания. Блин, это вообще жесть, знаете, запомнить бы все вот эти вот условия. Потому что это довольно-таки реально сложно, и я так подумал, что... Раз мы там сказали про Сауду, давайте её и попробуем взять. Как бы действительно тот скилл, который поглощает героя, был бы очень полезен для нас. И я даже так посмотрел, какие у меня есть на открытые, как бы не лопнуть. Давайте пробуем кубизм. Я вот тут, оказывается, уже проходил, но не с таким испытанием невероятным. Поэтому сейчас вот будем смотреть, что да как. Так. Правда тут на самом деле не оговаривалось об обезьянных знаниях ничего. Поэтому давайте вот посмотрим. Пока вот так вот я поставлю. И будем смотреть, что у нас, да, получится. Так. Ну да, я действительно вот пересматриваю, и не вижу ничего про обезьянные знания. Если что, потом перепроверю. Но, по-моему, их можно спокойно как бы использовать. Всё нормально. Так, и раз мы уже поставили одну обезьяну с дротиками, больше мы не сможем её использовать. И я как понимаю, что даже если мы на юбилейном раунде продадим потом нашу обезьяну, мы её потом заодно поставить уже опять не сможем. Потому что каждую, каждый тип можно всего по одному разу покупать. Жадко тут, конечно, всё. Так, мы почти накопили на Адору. И как бы её хочу сразу поставить, как только мы на неё накопим, чтобы она уровень свой прокачивала. Всё было хорошо. Единственное, что я понимаю, так это то, что как бы уже девятый раунд. А у нас пока что только одна обезьяна с дротиками. Типа, блин. Ну всё. Минутся обезьяны с дротиками. Кипец. Пожили и хватит, называется. Так. Теперь мы можем поставить что-то другое. Но пока что у нас Адора, в принципе, живёт. Нормально всё, что у неё есть скилл. Ой, как я давно не играл на самом деле. По-моему, Адора не пробивает камуфляж. Поэтому будем смотреть. Но он у нас ещё и не близко. До него у нас ещё как бы 13 раундов. Так. Поэтому пока просто стреляем, идём. Надеюсь, что игра для вас не громкая. Я просто что-то так вот сейчас думаю. И у меня она довольно-таки громкая. Так, сейчас посмотрим, как по звуку. А, ну реально. Извините, пожалуйста. Если вам это было сейчас всё громко, сейчас, наверное, должно быть тише. Пипец. Если бы я так и не заметил. Ну, кстати, она пока справляется. Причём спокойно. Может быть, мы так попробуем пожить до 20 раунда. Как раз-таки 20 раунд у нас пройдёт. И мы начнём ещё кого-либо ставить. Ну, типа, почему бы и нет. Можем себе позволить. Так. Чтобы как раз-таки меньше потом обезьян удалять. И у нас больше сохранялось. Хорошо, что, как бы, Адора не считается в учёт. Также мы, конечно, можем поставить Алхимика и прокачивать его на верхнюю часть. Раз он тоже в учёт не идёт. Но его можно будет только наверх качать. Потом будем смотреть. И то, как бы, надо проверять, куда его лучше поставить. Потому что он же должен других апать. И тем временем у нас 21 раунд. Надо уже думать, кого нам добавлять. Для Адоры. Чтобы как помощь была какая-либо. Я так думаю, что давайте его мы поставим. Так. Как бы, вот тут нормально-то сделать. И вот так вот будет всё. То есть он будет справляться и с камуфляжем. А потом ещё и с венец. Сейчас бы, знаете, ещё кого-нибудь такого вот обезьяну поставить. Которую я считаю немного бесполезной в данный случай. Чтоб потом, если что, именно... Она пропала. Ой-ёй-ёй-ёй. Как это было опасно. Так. Ну пока мы нормально справляемся. Да, да. Наш флибустер. Прям топ. Идут-идут. Так. Пятый уровень у неё пока что всего. Блин, уже 28-й раунд. Давайте... Я сюда поставлю бумеранга. То есть у нас есть штофлибустер будет первым. Бумеранг второй. Это я уже... Если мы потом будем делать эти... Кого удалять. Так. И кого бы ещё добавить? Давайте вот тебя ещё добавим. Пока что я их не буду вот так вот прокачивать. И посмотрим. Я надеюсь, что нам не выпадет цифра 1 потом в рандомайзере. Так. Ой. Сейчас я тут починю. Пока что мы не будем продолжать, потому что это нечестно. Так. Выбираем рандомайзер от 1 до 3. Сгенерировать. И мы получаем число 3. Так. Я даже зацкреню вам. На всякий случай, если что, вставлю. Надеюсь, вам не верите. И число 3 это наша ледяная обезьяна получается. Так. Больше мы их использовать не сможем. Ну, на самом деле, прям невелика потеря. Ну, да ладно. Всё равно как-то это... Грустненько. Так. Вот сюда можно поставить нашего алхимика. Который будет наверх идти и всех хапать. То есть, прям нормально тут вот он стоит. Как по мне. И можно добавить... Я тут чуть не запутался. Не, можно поставить. Так. И добавим пушку. То есть, это будет как раз наше третье строение. И как раз всё норм. Так. Теперь мы дополнительных добавлять не можем. Но мы можем, если что, поставить деревню. Что бы я хотел, в принципе. Жалко, что вот сюда не ставится. Был бы вообще идеально. Так. Так. Да, вот здесь вот можно будет поставить. Всё. Всё равно, если что, у нас Флебусер видит камуфляж. И ему эта деревня не очень нужна. Блин, сейчас всего 35-й раунд. Нам ещё столько раундов надо выжить. От смс идти можно? Сейчас я, наверное, буду всё-таки прокачивать пушку. Потому что уже 40-й раунд. Скоро грядёт. И если мне потом опять в брандомайзере выпадет число 3. Тогда там уже будет пипец. Потому что, как бы, у нас именно пушка по числу 3 подходит. Бананам нужна. Потом пускай будет 2. Я надеюсь, что 2 будет. Я как раз не прокачиваю. Но что взял с бумерангами? Да, радары ещё надо прокачать. Блин, 38-й раунд. Скоро предстоит одно удаление. Как-то не по себе от этого. Что ли мне? Так, вот всё, радар у нас тут есть. Убираю тут скорость на всякий случай. Чтобы как только 40-й раунд стукнул, и сразу же в настройки залез и сгенерировал число. Ой, рано. Вот, всё. Генератор. Ну что, не число 2? Офигеть! Всё под нас идёт. Так, давайте подношение сделаем. Хотя на самом деле зря, наверное, потому что ничего толком не дало. Но тогда я правда буду пытаться вам потом скинуть скриншоты. Вот этих вот чисел. Чтобы вы, ну, действительно поверили. Хотя, ну, я вот действительно просто надеюсь, что вы поверили мне. Я не хочу обманывать. Не хочу вот это вот всё. А так я добавил сам ограничение. Как бы вообще. Зритель мне не писал о том, что я должен как-то рандомно. Мне просто любую. А я тут ещё как бы усложнил. Хотя, блин. Может быть, если будет потом сложно, я просто реально буду удалять то, которое я захочу. Так, давайте добавим убийцу муап. Оба. Чтобы нам тут ещё добавить, на самом деле. Пока что они вдвоём неплохо так справляются. Ну, я понимаю, что лучше всё-таки какую-нибудь, что-нибудь поставить. То есть, обычную обезённую дротику мы не можем. Бабрант не можем. Бомба метатель нет. Ледяная не можем. Так. Давайте обезённую смортира. Я их почти никогда не ставлю. Но тут вот будет по приколу. Так, давайте тут вообще посмотрим. Видите, она у меня даже до конца не прокачанная. Так. Я бы так хотел попробовать. Кто-нибудь. Не знаю, что из этого вообще у нас может получиться. Тель можно вот сюда поставить. Потому что здесь очень часто вот будут всё проходить. И как бы попадаться нормально. В скором времени. Блин, уже 48 раунд. 49-й. Сейчас буду опять готовиться поставить на паузу. Так. Теперь у нас Филипбусер первый. Бомба метатель второй. А обезённая смортира три. Так. Пока что у нас вроде бы всё идёт довольно-таки успешно. Ну, а тут чуть немного сложно было. Так. Идём, идём. 49-й раунд. Опасно. 10 тысяч накопили. Ничего себе. Я просто пока что не хочу куда-либо деньги вкладывать. Потому что боюсь, что мы сейчас уже будем продавать. Всё. Генератор. Число 1. Так. Скриншот. Удаление Филипбусера. Ну ладно, на самом деле. Хотя, если бы его дальше прокачать посередине, было бы неплохо. Мы бы могли нормально так получать эти. Ну, начнём уничтожить мало бы. Что-то вот я сейчас не понял, зачем я именно сюда поставил ниндзя. Ну да ладно. Вот так вот прокачаем. Чтобы он малым хорошо наносил. Чтобы больше их уничтожали. Просто он же и так видит коммунистаж. Ну да ладно. Как по-моему, всё равно неплохое место. Так. Включаем ускорение. И, наверное, сейчас будем копить 13200. На сокрушающие снаряды. Я, конечно, не знаю. Но, по-моему, бизяна с маркирой довольно-таки сильная. Я даже по приколу что-то 3 поставил. И на разные ветки качал. Ну, как вы видите, я так и не докачал. И какая-то была сильная. На самом деле, много урона наносил. Но я не помню, какая. Вот из-за этого как раз-таки обидно. Я могу что-то им прокачать. Ничего себе. Давайте вот так вот возьму. Просто, чтобы не мрецало. Это, по-моему, обиденц-мортиры единственная талость, у которой у меня не всё открыто. Вот у всех остальных у меня реально как бы всё прокачано. Тилы я ещё толком не использовал. Может, мы как-то так хорошо справляемся. Мне тут нравится. Так, почти накопили. Всё у нас есть. Теперь прям нормально. Так, это радует. Хуба, хуба, хуба. Вот я на всякий случай буду держать обзиана мага до последнего. До последней десятки. Потому что там она будет прям тащить. Ну, именно принц тьмы. А до него как бы тоже надо денег немало. Тысяч тридцать в общей сложности. Может быть, если что, накопим. Как у нас, кстати. Обзиана с мортирой. Неплохо. Так у нас получилось, кстати, что вот. Обзиана с мортирой. Плюс и ниндзя. И плюс бомба-метатель. Как бы все против мобов. В основном. У нас тут прокачаны. Так. О, здесь мы тоже должны всё справиться. На всякий случай убирал ускорение. Потому что 59-й раунд. Нам уже пора готовиться удалять кого-нибудь. И кто же это будет? Один. А, у нас после флибустера один это бомба-метатель. Так. Опять заскриню. Ой-ой-ой-ой. Хотя, может быть, они должны справиться. Они, в принципе, хорошо справляются. Вот ещё целуда такая вот. С своим стилом. Очень сильным. Так. Кого бы нам тут поставить-то? Можно его попробовать поставить? Только вот куда? За подставку. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что делать? Что ставить? Так, ладно, давайте вот это я поставлю. Форсаж. Мне кажется, вот форсаж будет сейчас очень полезен. Правда, я не знаю. Мне кажется, я его не туда поставил. Абсолютно не туда. Просто я сейчас смотрел и вообще ничего не понимал. Так. Шестьдесят второй раунд. Как? Всё нормально идёт. У Цауды уже есть целых два скилла. Оба очень сильные. Тут нам хорошо помогать. Так. Прямо сейчас вот, видимо, и будут нам помогать. Потому что что-то чувствую я опасность. Подождите. Про вот это вот ничего не говорили. Давайте мы перезаходим. То есть у нас... Я надеюсь, у нас есть это вот возможность сделать. Ой, чтобы обыдумать нашу ситуацию. Которая, как бы, похоже у нас плачевная. Я так думаю, что нам придётся распрощаться с обезьяной с мортирой. Потому что она какая-то неказистая. Как по мне. Семь тысяч. Причём стоит она очень много. Мы сейчас очень много денег получим, если продадим её. То есть там... Подождите, я вот открою. Каждый х-раунд я должен удалить одну любую башню. Можно использовать... Ну, то есть тут говорится, что на каждом юбилейном я обязан удалять. Но в других-то ведь возможностях я тоже, наверное, могу удалить. На свой страх и риск. Конечно же. Понимаю, что я её потом не смогу использовать. И я, наверное, поставлю вот сюда. И прокачаю его вот так вот. Посмотрим, что да как. Я надеюсь, что это нам поможет. Так. Что-то я пока ничего не понимаю. Так. Этот раунд мы прошли. Но очень сложно было на самом деле. Этот подводник на самом деле так неплохо нам помогает. То есть он уже нанес много очень урона. Так. Давайте тут контролировать. Пока до него не дошли, он не будет погружен. Будет ещё вот так вот урон наносить хоть какой-то. Так. Ещё у Сауду скилл используем. Будем по максимуму их использовать. Что я даже до этого не делал. Потому что как таковых ограничений у меня и не было. Блин. Вот с форсажером я, конечно, навтыкал. Думаю, надо было куда-нибудь сюда поставить. Или вот сюда. Но толком времени не было на это. Поэтому ладно. Что вышло, то вышло. Денег у нас, кстати, сейчас немало. Если что, зону шпилек купим. Мне кажется, что это надо сделать. Потому что сейчас это нас прям будет спасать. Упловим того, что как бы деньги мы будем нормально получать. И у нас получается, что Абдиана Ниндзя это один. Шпилекомет это два. А подводник это три. Так. Это седьмой раунд. С камуфляжем совсем мы сможем справиться. Проблем у нас никаких тут не возникнет. Так. Деньги постепенно копятся. С этими малобами мы тоже нормально справляемся. Так. Девятый. Тут даже вот ускорение опять готовлюсь убрать. Меньше чего я сейчас хочу с кем прощаться. С зоной шпиль. У нашей. Она у нас под цифрой два. Да. Под цифрой два она у нас. Так. Все. Ставлю на паузу. Открываю генератор. Один. Блин. Но тоже на самом деле обидно. Это наша Абдиана Ниндзя. Которая очень хорошо помогает справиться с нашими мобами. Тогда нам надо будет использовать что-то другое. Что-то тоже очень внушительное. Давайте попробуем его. Так. Еще за 10 тысяч потом прокачаем. И он будет как раз за останавливать эти малабы. Да. Все нормально. А потом еще оборона Каманчи и прокачаем. Странное название. Ну да ладно. Так. Пока справляемся со всем. 72 раунд. Тем временем у нас. Все. Так. Оборона есть. Надеюсь что по урону он будет нормально носить. Не зря кстати знаете. Вот подводника выбрал. Убрал из погружения временно. Потому что он сейчас неплохой урон наносит. Ну как. Хоть какой-то. С учетом того что до него даже не доходит. А тут он хотя бы не бездействует. Вот. Как бы. Нормально. Пока что купим деньги. Можно кстати на сильный стимулятор накопить. Так. Вот все. Блин. Еще обидно. Что шпилькомет то не бафается. Подводник тоже. Репец. Ну у нас только Сауда будет. Да. Вот это вот. Вратолетчик. Хотя что-то. А. Вот все. Теперь он бафнул. Семьдесят пятый раунд. Еще у Сауда скилл использую. На сих случай. Так. Теперь у нас получается. Шпилькомет это один. А подводник это два. А вертолетчик это три. Блин. Шпилькомет спасибо. Тут прям вообще молодец. Семьдесят седьмой раунд. Обедьяны заканчиваются. Хотя. Если так посмотреть. На самом деле нам еще есть что поставить. К счастью. Я стараюсь не торопиться в этом плане. Так. Ой. Нормально. Даже подводника на погружение не пришлось отдавать. Так. Идем. Идем. Пользуем Сауду. Ой. Какую Сауда. Адора. Вот. Ах, это узнать. Я ее много так Саудой назвал. За это видео. Кипец. Так. Немного было опасно что-то в этот момент у нас. 79 уровень. Ой, раунд. Ну, че там уровень раунд. Не прям такая большая разница. Но, блин. Сейчас буду уже готовиться убирать паузу. Точнее, замедлять и ставить на паузу. Чтобы сгенерировать число следующей обезьяны, которого мы будем удалять. Виртуаличек, кстати, неплохо. Он прям хорошо помогает. Так, 80 раунд. Генерируем число. Число 2 получается. Так. 2. Это кто? Это он. Это подводник у нас выходит. Так, окей, ладно. Попробую справиться без подводника. А то сейчас смотрю. Подумаю, кого бы нам тут использовать. Можно попробовать инженера нам поставить. А че, здесь он не ставится? В любом случае, надо поставить инженера там, чтобы у нас и камуфляж был. И усилялка. Хочу его, наверное, на турели идти. А вторая это куда? Вторая, наверное, будет вот здесь. Чтобы увеличить ему радиус. И наносит дополнительный урон укрепленным ему апшара. То есть это как раз то, что нам надо. Так. Во, посмотрите, какой у него теперь радиус. И турели будут сильные. Сейчас нам самое главное продержаться все вот эти вот 9 раундов. После которых я буду продавать какой-либо из этих башен. И точно ставить принца тьмы. Это прям то, что нам необходимо. Может быть я до часового чемпиона успею накопить? Ну что, он в принципе... Ну, нам 10 тысяч осталось. А сейчас будет очень много денег даваться. В любом случае, каждая вот из этих башен будет довольно дорого продаваться. Если мы ее продадим, то нам будет... Ну, не хватает совсем чуть-чуть. До этого. До нашего принца. Нам уж осталось накопить чуть-чуть совсем. Так, Адору тут. Используем ее скилл. 13 уровень у нее. Не так много, потому что мы в принципе не поглощали ей. Нам деньги очень нужны. Ну, без нее, кстати, было бы намного тяжелее. Вот прям вот в разы. Я вот только что подумал. Блин, а может быть там надо было Бенджамина использовать? Я сейчас понимаю, что точно нет. Так, прокачали инженера. Теперь у него очень крутые турели. Неплохо. Идем, идем. Так. Тут скилладоры. Блин, турели, они все так вдалеке. Зато посмотрите сейчас, как они начали дамажить. Да. Прежде они еще взрываются. Прямо что-то же. Да куда ты тут вставишь? Я не понимаю. Посмотрите, у него радиус такой, что он их сюда может даже ставить. Он их только назад что-то кидает. Ладно. Так, 86-й раунд. 87-й уже даже. Блин, три раунда до опасного момента. Так. Да, очень опасный момент, как по мне. Так. А только что сам вилен. Опасный момент уже был. Так. Триди как урон у нее идет. Офигеть. Уж плюкомет-то сейчас вообще молодец. Очень силеный, очень классный. Так. 89-й раунд. Опасно. Очень опасно на самом деле. И очень страшно, потому что я понимаю, что вот этот вот раунд, он нам во многом сейчас зарешает. Ну, к счастью, у нас, кстати, ведь Адора и под бафом, и видит камуфляж. Если что, мы используем ее скилл. И на 90-м раунде, может быть, она сможет уничтожить сама эти черные мабы. Вся надежда на все. Просто вождение чуда. Мы сейчас. Блин, чего вы их так быстро уничтожили? Сейчас зря скилл спалил. Так, 90-й раунд. Генерируем число. Так, подождите, у нас шпилькомет это один. Потом вертолетчик это два. И инженера это три. Один. Попилькомет это один. Пипец. Все, у нас есть, если что, наша взяномаг. Так. Фух. С этим мы справились. Теперь она еще сможет отправлять эти дирижабли. Которые мы как раз таки тоже будем дамажить. Ну все. Это очень классно. Если что, потом, может, продадим вертолетчика сами, опять же таки. И поставим кого-то другого посильнее. Правда, нам для этого деньги нужны. Чтобы быть готовым к сотому раунду. Блин, а сотый раунд еще. О-о-о-о. Как все это сложно. Интересно. Знаете, прям вообще. Думаю, думаю постоянно. А я же еще себе на всякий случай сохранил фотографию с интернета. Типа, на каком раунде какие шары отправляются. Дом, блин, пригодится. Пригодится. Буду смотреть постоянно. Еще ни разу не смотрел. По итогу. Потому что как-то все так нормально идет. Нормально. Несмотря на то, что я на рандомайзер смотрел. То есть по нему все делал. И я думаю, что вы действительно поверите мне. То есть мало того, что у меня есть корены. Так еще и... Я бы по своему желанию не стал бы продавать те башни, которые я считал сильными. А как раз таки этот шпилькомет я считал очень сильной башней. Очень крутой. Так. Видите? Это все принц тимы. Он их так уничтожает легко. Так, где он? Во! У него уже 200 тысяч урона. У инженера 333 тысячи. У вертолетчика 90 тысяч. То есть у него прям долго очень купится. Все, вот это вот. Блин, нам бы еще столько денег. То есть если мы продадим этот, получим 14 тысяч. То есть у нас будет уже... Сколько? Сейчас вот это вот уничтожим. Ну нормально. Нормально. Надеюсь, что нормально все будет. Так, может быть на него прям накопить? Блин, он тут очень дорогой. 6 тысяч. 6 тысяч. 72 тысячи. Это надо 84 минимум. 85. Пипец. А у нас есть только 45. Нам надо еще 40 тысяч. Я не думаю, что мы за 90... За 3 раунда накопим 40 тысяч. Так. Блин, ну инженер прям крутой. Офигеть. Не зря я все-таки решил его поставить. Ну, видимо, придется выкручиваться и ставить какую-то... Другую обезьяну. Блин, ну вот тут вот уже тяжело. Я даже в принципе знаю, кого можем выбрать. Кто нам может помочь. Так. Я тут пока что-то боюсь. Очень боюсь. И я не тороплюсь. Офигеть. Мы справились. Блин. Улучшенное оружие также автоматически вызывает трех каланчей навсегда. Ну, блин. Вот я не знаю, если вот мы его поставим. Че? Он нам очень хорошо поможет. А! Блин, тот раунд! А че? Подождите. А на сотом раунде нам тоже, да, надо кого-то удалить? Блин, а вдруг реально надо? Так. А че у нас получается? Подождите, давайте посмотреть. Это один. Это два. Это три. Понял. Так. Я запутался. Че, тебя? Нам его надо удалить. Пипец. Так, давайте я тогда. Вот так вот сделаю. Блин. Так, еще вот так. Потому что мы их еще, к счастью, не использовали. Я думаю, что обезьяна Аз во многом будет посильнее все-таки. Как мне кажется, что я не туда эту супер-обезьяну поставил. Если что, наверное, придется заново этот раунд начинать. Или нет? Как я надеюсь, что нет? Так. Офигеть! Мы прошли... Мы прошли... Я не верю. Блин. Так, давайте многовольной игры еще посмотрим. Просто насколько нас вообще хватит. Блин. Я все окей. Я не верю до сих пор в это... Ну, это было очень сложно. В учетом того, что как бы... Блин. У меня вся надежда была на вот этого принца тьмы. А потом я что-то смотрю... Цифру 1-0-0. Типа 100. Такой. А это что-то очень похоже на юбилейный раунд. А вдруг это он и есть. И потом такой... Блин. А это он и есть. И она такие... И мне еще генератор такой... Ну, давай, что? Минус принца тьмы. Я такой... Чего? Ну, давай. Раз так хочешь. Так. Блин. Опасно. У нас тут уже как-никак 102-й раунд. Живем очень хорошо. И я прошел с первого раза. Я до этого не проходил это испытание. Я даже не пробовал. А тут вот так вот. Жесть. Ну, может быть, эта карта была довольно-таки простая. На самом деле, я не знаю. В этом плане. Так. Я даже еще вот сейчас перепроверю. Не бери самую первую карту. Или бревна. Ну, вот да. То есть, мне именно вот так вот сказали. А я... Я не смотрел, знаете, на карту по легкости именно. Я больше смотрел на карту там, где у меня открыт. Как бы не лопнуть. Потому что он... Не мало где открыт, оказывается. А здесь я даже уже и проходил его. Взял на инженировочный тащик. Тут прожил на тушку, конечно. Ой, ну тут уже что-то... Что-то все... Наигрались или нет. Ну, вот здесь точно. Потому что тут уже что-то совсем много. Затем уже просто нереально, наверное, будет справиться. Дээм. Вот и все. Вот и игра закончена. Ничего страшного. Нормально. Нормально. 103 раунд. Главное, что мы выполнили это испытание. Я вообще не верю в это. Но в любом случае очень классно. Я надеюсь, что мне в комментариях напишет тот зритель, который предлагал это испытание. И как раз таки он мне даст уже вердикт. Правильно выполнил ли я все пункты, которые мне были предложены. Потому что я вроде бы смотрел. И вроде бы все правильно. Все хорошо. А на этом, наверное, я буду заканчивать серию. Если вам понравилось это видео, это испытание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Еще какие-нибудь интересные такие вот челленджи, испытания, чтобы я так же сидел и думал, как это пройти. Но это очень интересно, очень сложно на самом деле. А на этом все. С вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока.